Я создаю искусство, связанное с жизнью и интересами общества. Именно с этим кредо Виктория Пальма представила свою новую выставку работ «Незаконченная коммуникация». Каждый желающий может увидеть здесь настоящую нарисованную жизнь. Более 40 произведений искусства в трех залах. Совершенно разные работы в одной выставке, крымско-одесской и даже лирической серии. Но все же, если присмотреться, то можно найти красную нить, которая протянута через всю выставку. В целом мне очень нравится направление ретабла. Какая-то жертвенность, какая-то благодарность Богу Всевышнему, какое-то событие, которое меня потрясло. Это достаточно древняя религиозная испанская традиция. В Мексике она трансформировалась по-своему, она достаточно наивно выражена. А я ее уже трансформирую по-своему. По словам художницы, во всех ее картинах можно увидеть прошлое и настоящее. Ведь именно такое соединение – залог удачной работы. Я всегда вижу древние черепки. Это либо какой-то баран, либо это коза, либо это человеческий действительно череп. Я не знаю еще древних поселений, кости, руки, конечности. Это все я вижу. И всегда какая-то жизнь в этом происходит. Всегда можно в черепке какого-то ежика увидеть, какую-то птичку. И вот это такая взаимосвязь постоянная нового, ушедшего. Это постоянно, это возле нас. Иногда дополнительные детали в картинах появляются интуитивно, рассказывает художница. Ведь творчество – это коммуникация, и каждое слово приходит во время непосредственной работы. Ну вообще сирень она отпугивает дьявола, насколько я знаю. Но здесь я об этом не думала. Какие-то вещи происходят по наитию, они интуитивно происходят. Они просто хорошо ложатся по цвету, они в рисунке хорошо смотрятся. Поэтому я их использую. Для Виктории Пальмы это не просто выставка, это коммуникация со зрителем. Более того, свое творчество художница хочет объединить с музыкальным искусством. Именно поэтому закроет незаконченные коммуникации мини-рок-концерт. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».